всем привет это снова мы минус что за минус я минус, а ты плюс почему? потому что я негативно буду с сарказмом что-то обсуждать а ты в плюсе будешь в позитиве странно ну мне не нравится минус-плюс ну хорошо ну минус-плюс это как бы прикольно или ваш негатив и ваш позитив не знаю я бы подумала на эту тему минус-плюс а негатив-позитив? ну негатив-позитив тоже не совсем мне слово негатив вообще не нравится а, ну тогда что сейчас позитив это противоположность, негатив же ну ладно тогда что вот такое вот такое вот, знаешь то, что воспринимает все в черном там, да свете все 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 вот а ты в позитиве я не уверена, что ты все в черном свете воспринимаешь вот в этом еще ракурс я не всегда все в позитиве воспринимаю вот в этом тоже фишка фишка, на мой взгляд, в том, что мы с тобой семья и у нас есть отношения хорошие мы можем иногда ругаться иногда ссориться иногда и радоваться и радовать ну, радовать друг друга какими-то достойными и мне не нравится когда ты жуешь жвачку сейчас выплюну в окошку не буду плевать спасибо за помощь самое главное что же самое главное смотреть на дорогу это точно если ты за рулем смотри на дорогу но при этом если ты не держишь телефон в руках ты можешь общаться и разговаривать да я лично, когда еду и смотрю я вижу, я считываю иногда знаки вот мне ресторан, который мы проезжали называется простые радости простые радости для семьи вот это название простые радости это интересное название на мой взгляд или название такие все просто все сложно простые вещи был сериал очень популярный в России несколько лет назад мелочи жизни назывался мелочи жизни тоже очень интересное название на мой взгляд потому что Потому что, действительно, жизнь, она такая простая. Состоит из влачей, да? Да, мы просто сами ее любим усложнять. Различными, там, ситуациями жизненными, переживаниями. А самое главное ведь, это простые вещи, которые есть. Это семья, это дети, это забота о своих любимых. Да это даже забота о животных, с которыми ты живешь. Я согласен с тобой, насчет детей, насчет семьи. Однако же, по многим вопросам у нас расхождение. Что касается и работы, и отношений к людям. У нас не может быть одинакового мнения. Потому что я в одном плане один человек, ты в другом плане один человек. У тебя свое мнение, у меня свое мнение. Почему оно должно быть одинаковое? Обычно говорят, противоположности дополняют друг друга. Сближают еще, говорят. Ну, вот. Поэтому мы можем обсудить, что тебе не нравится, к примеру. И я могу сказать, что мне не нравится. И мы можем найти компромисс. И это и есть простые мелочи жизни. У нас не получается находить компромисс. Никогда. Можно всегда. Ты свою точку зрения отстаешься. Можно попробовать. Ну, давай. Ну, что тебе не нравится? Давай. Что тебе? Один какой-то небольшой вопрос. Что тебе не нравится? Маленький пока берем. Для пробы. Что маленькое для пробы можно взять? А, вот. Мне не нравится то, что ты часто... Ну, в смысле, не часто. Наоборот. Ты, когда готовишь, очень редко, ты готовишь преимущественно, исходя из своих потребностей, да? И не согласовываешь это блюдо или блюдо со мной, с детьми. Обычно, когда я готовлю, я готовлю очень что-то простое. Да, 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 я понимаю. И, к примеру, я всегда спрашиваю, будем ли мы есть сегодня картошку с селедкой? Или я бы говорю, давай купим селедку. Или, к примеру, на днях. Я сказала, я купила сало, давай приготовим борщ. А, то есть, мы все-таки достигли с тобой на эту тему компромисса. Раньше у тебя этого не было. Ну, когда раньше? У тебя есть очень часто угрызения на меня и подозрения, и такой разговор, что раньше ты была сопливой, ты плакала все время. Но это же было раньше. У меня такое ощущение складывается, что ты меня... Дискредитируешь. Нет, не дискредитируешь. Что ты меня помнишь ту прежнюю свету... С которой я познакомился 10 лет назад. Да, возможно. Ну, потому что ты... Нет, не 10. 12 лет же. Сколько уже будет? Ну, наверное, 12. Да, 10 лет у нас фонду, а 12 лет, да, как мы... И получается, ты меня помнишь ту. Ты меня не видишь эту настоящую, которая сейчас на сегодняшний день с тобой живет. А я не могу понять, какая ты сейчас. Раньше мы более откровенничали друг с другом. А сейчас... Да. Разве? Да. Раньше мы не так сильно откровенничали друг с другом, потому что ты убегал. Подожди, подожди, подожди. Момент нашего знакомства... Вот я это помню, да? Это был только момент нашего знакомства. И все, что ли? Да, а потом, когда мы поженились, ты ушел в работу, я ушла в беременность, и мы очень редко разговаривали. И я помню свое недоверие даже к тебе, когда я не доверяла тебе, когда я переживала возможные твои измены или еще какие-то вещи. Ну, я реально тебе тогда не доверяла, а сейчас я тебе доверяю. И это, ну, вот сейчас у меня другие отношения с тобой. Но тогда я очень сильно злилась на тебя, потому что ты мне не рассказываешь о том, что, что, как ты, где ты, я не знаю, какие твои чувства. Ну, что касается доверия, я с тобой согласен. Раньше у нас друг к другу не было такого уровня доверия, как сейчас, да? Да. То есть у нас вырос уровень доверия друг к другу. Но у нас мы изменились за этот период времени. Конечно. И я лично тебя не до конца знаю ту, которая ты сейчас есть. А фишка в том, что не нужно знать до конца ту женщину, с которой ты живешь. Потому что если ты до конца меня узнаешь, ты так, я тебе стану неинтересной, ты скажешь, фу, фи, я все о ней знаю, пойду-ка я найду себе ту, которая меня интригует и от которой у меня есть интерес. В этом-то вся и фишка в том, что женщина, она должна быть, на мой взгляд, в этом плане интересной для своего мужчины, чтобы мужчина мог ее поизучать. И если с годами у нас сохранилось это, это значит здорово. Ну, как тебя, как маму, я вроде тебя знаю, да? То есть твои мысли, твои желания. А вот тебя, как женщина, да, ты изюминка и что-то... Нет, не изюминка, уже большая-большая горсть, килограмм может изюминка. Ну, самое, на мой взгляд, неизведанное для меня сейчас, это ты, как руководитель фонда. То ли нам необходимо определить с тобой как-то, чего-то, что-то там, да, наши отношения. А ты слышал в порядке, что такое замещение ролей? Ну, слышал, а... Что ты об этом думаешь? Что я думаю на эту тему? Ты считаешь, что ты заместила... В плане фонда или в плане семьи, ты говоришь? Я не пойму, ты скажи, какому... Мы сейчас разговор ведем про семью или про фонд? Про фонд. Я тебя не знаю, больше всего этого не настораживает. Ну, нет, а до этого, для чего мы разговор начали вести? Про семью или про фонд? Мы обо всем, мы не ограничиваем себя. Мы не можем говорить, ну, смотри. Сейчас мы и остановились на том, что меня огорчает то, что мы же каждый день по фонду взаимодействуем. Что тебя огорчает? То, что... Осторожно. Я тебя не знаю, как руководителя фонда. Ну, то есть, в рамках фонда я тебя не знаю. А что у тебя... Что ты не знаешь конкретно? Твои мысли, твои желания, твои цели, стремления, мечты. Мои цели в отношении фонда. Да. Это не настолько первостепенные, как в отношении меня, как личности, как женщины. Не понял. Для меня первостепенные, важнее всего семья. Подожди, подожди. Ты как личности, это одно дело, семья, это другое дело. Ты не путай, пожалуйста. Это разные вещи. Семейные ценности, это одно. Личностные ценности, это другое. Согласна с тобой. Ну, и карьеры, это третье вообще. Согласна с тобой. Ну, ладно. Давай обсудим следующую поездку. Пока-пока. Продолжение следует. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует. Продолжение следует...